Сейчас из всех предметов в моем грузовике я могу использовать только фотокамеру, но за каждую фотографию в 3 звезды я буду крутить вот это вот колесо фортуны со всеми предметами из фазмофобии. И какой предмет мне выпадет, его я и могу взять. Но я полностью сейчас уберу отсюда детектора МП, потому что с его помощью очень легко находить какие предметы потрогал призрак и, соответственно, фотографировать их изи на 3 звезды. И в дополнение к этому я сделал специально очень интересную настраиваемую сложность. У нас начальный уровень рассудка 100, но у нас эффективность успокоительных 0. При этом я их не удалял из колеса фортуны, то есть, по сути, они могут выпасть, но они будут болванкой просто. При этом скорость снижения рассудка 200%, и как только рассудок упадет, мы вернуть его уже не сможем. И на нас будет охотиться призрак со скоростью 150%, без безопасного периода и с одной уликой. Также у нас нет укрытий. Берем фотоаппарат и отправляемся. Всем приятного просмотра. Дай мне знак, покажи себя. Сколько тебе лет? Нет, ты старый, ты молодой, ты пожилой. Джессика, Джессика, дай мне знак. Стоп. Я слышал... Так-так-так, тихо. Я слышал, как он потрогал вот какую-то из этих дверей, кажется. Если сейчас фотка неудачная будет, будет очень плохо. Нет, взаимодействие 3 звезды. Отлично, мне очень повезло. Так, включаем щиток, и мы, по сути, можем уже первый предмет взять. На самом деле, ЭМП было бы очень круто, но ЭМП мы не можем использовать, поэтому придется как-то самостоятельно все эти вопросики решать. Так, я фотик, пожалуй, скину здесь. Собственно, по доске активности больше вроде как он не взаимодействовал ни с чем. Мы открываем вот это вот колесо и, собственно, крутим. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Первый предмет, который я могу взять, это будет зажигалка. Угу, угу, зажигалка. Что ж, у нас 4 зажигалки, поэтому технически я пока что, ну, не могу как бы вычеркнуть этот предмет. Если мне еще раз зажигалка, еще раз и еще раз выпадет, только тогда я смогу вычеркнуть зажигалку просто из этого колеса, и уже она мне 100% не выпадет. То есть все вот эти предметы, даже если мне выпадет камера на голову, точнее, которая у меня в данном случае фонарик на голову, то все равно пока, ну, как бы все вот эти вот 4 штуки не выпадут, я не смогу их вычеркнуть. Короче, сложно, да. Фазма, в принципе, сложная игра. Я не думал, что она будет настолько сложной, учитывая, как ее легко было купить. Даже учитывая, что сейчас проблемы с пополнением стима. Тем не менее, с купикодом купить ее очень просто. Я и мои друзья уже давно пользуемся купикодом для пополнения стима и покупки игр. И дело не только в том, что там самая низкая комиссия на рынке, а в том, что это просто очень удобно. Не нужно париться, просто пополняешь все в пару кликов. Вводишь сумму, выбираешь валюту, логин аккаунта и пополняешь. А по моему промокоду Dell вы сможете получить дополнительную скидку 2% на комиссию. С играми все так же легко. Выбираешь игру, вставляешь ссылку на аккаунт, вводишь мой промокод Dell, который даст 10% скидки и покупаешь. После оплаты останется только добавить бота сайта в друзья, и он отправит вам игру. На сайте есть раздел «Недоступно в РФ», название которого говорит само за себя. Также можно авторизоваться с помощью ВК или Телеграма и получить за это 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Еще тут постоянно проходят различные розыгрыши. Все ссылки будут в описании. Ну, зажигалка это, конечно, смешно. Но, с другой стороны, может быть у нас круг призыва, и тогда мы сможем сфотографировать его. И да, еще я, естественно, не могу фотографировать соль. Прям-таки вообще. Вот соль я не могу фотографировать. Я могу фоткать там, допустим, отпечатки от соли, если у меня они появятся или что-то такое. Но саму соль я фотографировать не могу. И, в принципе, каждый предмет могу фотографировать по одному разу. То есть, если, скажем, призрак какую-то дверь из вот этих вот потрогает. Ну, я так полагаю, он эту дверь потрогал. Но давайте мы это опустим в этот момент. Если он даже еще раз потрогает, неважно какую, и эту, и эту. Мы все равно не будем фотографировать, потому что нам важно, чтобы в альбоме было разнообразие. То же самое, допустим, распятие, да. Распятие можно очень-очень легко там заполнить альбом. Потому что по две фотки сразу это взаимодействие, плюс сожженное распятие. Дай мне знак, к слову. Почему-то какой-то это, что-то неактивно немного. Ну, в общем, мы не можем дважды распятие фоткать. Дай мне знак. Мне, кстати, нужно как-то выполнить задание будет. Ну, в принципе, сжигалка у нас есть. Нам осталось, чтобы только благовоние нам выпало. Дай мне знак, покажи себя. Сколько тебе лет? Ты старый, ты молодой, ты пожилой. Дай мне знак, покажи себя. Мне кажется, это будет потно. Особенно, если у нас будут повторяться предметы, которые нам выпадают. Это будет... Стоп! Так-так-так-так-так-так. Секундочку. Он потрогал вот эту вот штуку. Он 100% ее потрогал. Да. Это новая фотография. Это другая фотография, которая отличается от, соответственно, предыдущей. То есть, это новый объект мы сфотографировали. И получается, мы можем еще раз крутануть. Так, пожалуйста. Только не зажигалка. Желательно что-нибудь, с помощью чего можно найти улику. Я бы вот этого прям очень хотел. Ну, как сказать. Конечно, вы можете заявить. Ну, тебе выпадет видеокамера. И... Штатив пригодится. Я с вами, в принципе, согласен. Ну, пойдем, блядь, штативом запугаем призрака. Я не знаю, допустим, пускай он... Может он... Может мы его насадим на штатив и покрутим вокруг, блядь. Посмотрим на мерцание. Или что ты мне предлагаешь сделать. Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Я думаю так же, что... Проклятый предмет, наверное, тоже лучше не фоткать. Если круг призыва, призрака сфоткать можно. Но именно сам проклятый предмет фоткать нельзя. Так. У нас круг призыва. Но у нас таблетки не восстановят рассудок. Погоди-ка. Стоп. Не надо. Пока что рано. Пока что рано. Дай мне знак. Сколько тебе лет? Ты старый, ты молодой, ты пожилой. Блин, это сложно. Дай мне знак. Пока что вообще абсолютно мне не везет как-то. Я не знаю, ничего нет. Так ключи я забрал. Это на всякий случай просто на будущее. Дай мне знак. И да, обязательно. Обязательно фотографии должны быть на три звезды. Если не на три звезды, то это будет плохо. Это не будет считаться. Ну и естественно, если у меня весель... То есть максимум я 10 раз. Уже два раза я просрал получается. Ну как? Один раз зажигалка, это окей. Да. Второй раз как бы... Второй раз. И да, я не удалял там, если вы заметили фотокамеру. Все по хардкору как бы будет, да. То есть фотик тоже по сути может выпасть. И ну, пока мне все фотики не выпадут, соответственно, вот так вот. Дай мне знак. Джессика. Джессика, покажи себя. Джессика, сколько тебе лет? Ты старая, ты молодая, Джессика. Мне кажется, это не тень, потому что он взаимодействовал все-таки, когда я вот тут с ним был. Возможно, он куда-то переехал. Либо же не переезжал, я не знаю. Но пары изо рта я не вижу. Дай мне знак. Может, он реально все-таки уехал? Блин, сделаю-ка я игру погромче, наверное. Пойдем посмотрим в подвал. Подожди, может, он в подвале? Потому что что-то я вообще не слышу взаимодействий. Не, в подвале все предметы на своих местах сидят. Лежат, стоят. Ну, кто чем занимается, неважно. То есть он не в подвале. Окей, дай мне знак. Покажи себя. Джессика, Джессика, дай мне знак, покажи себя. С другой стороны, он потрогал вот это. Но как бы возможно, что если даже эта тень, то технически он был, может быть, не знаю, в этой комнате. Просто радиусом взаимодействия дотянулся. Может быть и такое. То есть нам нужно по факту, чтобы я стоял здесь, и, допустим, он потрогал вот эту дверь. Тогда мы можем тень вычеркнуть 100%. Но так сейчас конкретно это, не знаю, такое сомнительное очень удовольствие. Пара изо рта все-таки здесь идет. Хорошо, подожди, давай-ка я зайду в эту комнату. Неужели он и тут, и там? Потому что мне показалось, что как будто бы и тут, и там пар изо рта шел. Но походу, не, походу все-таки не так оно происходит. Дай мне знак, покажи себя, сколько тебе лет. Дай мне знак, мне нужно быть прям максимально внимательным. Давайте, короче, знаете что? Стоп, он потрогал вот эту штуку, кажется, да? Он потрогал вот эту штуку, при этом я в этот момент вышел из комнаты. Блин, не очень прикольно. Стоп, 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 киданул что-то. Киданул что-то или нет? Или это звук был моего броска? Так, ладно, пофиг, смотри. Я скину вот это все сейчас? Я не знаю. Давай вот так, вот так, вот так. В принципе, АМП, как улику, мы можем определить по доске. То есть это у нас, ну, это не страшно. Давай я сбегаю сейчас, посмотрю, что он там кидал, швырял. Так, ага, да, то есть что-то все-таки кидалось, тут швырялось. Блин, может, близнецы, кстати. Но, но не факт, не факт, не факт. Так, ладно, пока что ничего другого брать не можем. Братишка, я тебе штатив принес. Сделай что-нибудь, пожалуйста. Я штатив принес. Джессика, дай мне знак. Джессика, покажи себя. Опа. Так, вот эту дверь потрогал. Бац, фоткаем. Отлично. Все, три звезды. Очень хорошо, очень хорошо. Потрогал дверь, соответственно, взаимодействие. Так, 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 так. Вообще, блин, прикиньте, вот, я не знаю, я сейчас так просто задумался. Можно, по сути, ведь это челлендж усложнить еще тем, что фотографии, в принципе, должны быть разными. То есть, взаимодействие три звезды, значит, следующее там, только либо сожженное распятие, либо проклятый предмет, либо можно ли так вообще сделать, мне интересно. Не знаю. Крутим. Пожалуйста, так. Прошу, только не зажигалка и не штатив. И желательно не датчик звука. Не, блядь, я, конечно, понимаю, что я сам на это подписался, да? Но я думал, может быть, там, ну, на десятой крутке, типа, повторится зажигалка, но, но, блядь, и, в принципе, предмет как... Но не сразу же вот так. Ладно, блядь, допустим. Я не знаю, окей, это как-то было, это как-то было очень неприятно, если честно. Хорошо. Хорошо. То есть, по сути, раз, ну, семь предметов. У нас осталось семь предметов. Дай мне знак. Покажи себя, дружок пирожок. Покажи себя, сколько тебе лет. Ты старый, ты молодой, то есть я не могу даже, в принципе, предмет какой-то притащить в дом. О, бля, боже, это пиздец. Дай мне знак, покажи себя, сколько тебе лет. Джессика, дай мне знак. Джессика, дай мне знак. Ну, по сути, он потрогал дверь, когда я вот тут вот с ним в комнате находился, поэтому я думаю, хотя, блядь, тоже не факт. А вдруг он вышел из комнаты, да? Типа, и потрогал дверь. Ну, если так думать, то можно, как бы, бесконечно тогда, мне кажется. В принципе, пытаться найти тень и никогда в итоге его не найти. Так, потрогал дверь, стоп, какую? Бля, вот эту, кажется, опять, да? Кажется, он опять эту дверь потрогал. То есть, ее я фотографировать не могу, я могу только вот тут сфоткать. Но я не хочу рисковать, я не уверен. Мне кажется, все-таки, что, да. Ну, вот сейчас он четко около меня взаимодействовал. Мне, наверное, не тень, я не знаю, я вычеркну все-таки тень, тем более, учитывая, что у нас пара изо рта все же здесь идет. Дай мне знак, покажи себя. Мне надо фотик держать на готове, потому что, если вдруг, мало ли, гостевент, знаешь, он сделает, чтобы, ну, прям... Например, вот! Три звезды, идеально, три звезды, идеально. Так, окей, у нас обсел рассудок. Это очень плохо, потому что рассудок мы не восстановим. То есть, мы сейчас прям жестко под... Ну, конечно, не по собственной воле, да, не по собственной инициативе мы. Но мы пожертвовали рассудком. Причем, неплохо так пожертвовали. Кстати, может, это банши, кстати? Но это точно не они. Ради чего? Внимание. Мы сейчас пожертвовали своей жопой. Ради... Датчика звука. Нет. Блядь. Ну... Ладно, блядь, не знаю, чё. Час в доме с фургоном? Тьфу, блядь. Час в фургоне в доме? Час в дурку? Пора на час уехать. Пора. Пора, блядь, как бы вылечиться немножко. Дай мне знак, покажи себя, заколебал. Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Блядь, это какая-то подкрутка. Я не знаю, почему мне так не везет. Ну, ладно, допустим, от этого и интереснее, что я, блядь, яйца мять буду, что ли? Не-не-не, я не боюсь, если кому-то кажется, что я тут переживаю что-то, что я не справлюсь, нихуя. Он сделал густовет, возможно, баншу, это точно не они, я думаю. Дай мне знак. Это был, кстати, вот первый густовет, и он был на большом рассудке достаточно, поэтому, я думаю, точно можем вычеркнуть тень. Но призрак прям неактивный, прям, ой, неактивный. Сколько тебе лет? Дай мне знак. И желательно мне, кстати говоря... Блядь, подожди, а кость? Давайте кость тоже нельзя фоткать, это будет нечестно, потому что это просто сразу плюс фотка по КД, как и проклятый предмет. Ну, это бред будет, да. То есть даже проклятые предметы, в принципе, я могу убрать, как бы, из игры полностью. Бля, а я же не зажгу круг призыва. Ну, да, блядь, не зажгу круг призыва, потому что у меня рассудок будет низкий. Эм, окей. Ну, в принципе, нахер он мне нужен уже, потому что фотка призрака есть. Сколько тебе лет? Джессика, дай мне знак. Джессика, покажи себя. Джессика, сколько тебе лет? Джессика, дай мне знак. Джессика, дай мне знак. Джессика, Джессика, покажи себя. Сколько тебе лет, Джессика? Алло. Мне кажется, это не яка. Я думаю, яка, наверное, можно вычеркнуть, потому что я много-много бубню с ним рядом тут. У меня же аудио нормально? Да, у меня нормально все работает. Бля, обидно, пиздец. Ну, чел, ну не вот с этим. Вот это вот потрогай, вот кинь что-нибудь. Джессика, дай мне знак, заколебала. Покажи себя, сколько тебе лет Старая ты, молодая ты, пожилая Джессика, дай мне знак Сколько тебе лет, Джессика? Блядь, ну, конечно, просто самое какое-то говно мне выпало просто Ну, зажигалка еще окей, но что же Что я с этой зажигалкой, как бы, сделаю? Если бы, если бы мы играли в фазму более старую Я бы мог взять свечку, которая в доме спавнится И ее притащить призраку Бля, это по-любому не полтора, я думаю, пацаны Я думаю, это не полтора, я думаю, это не та е точно Вот прям они были бы активные Не, сто процентов Если это окажется полтора или та е, я просто обосрусь от жизни Дай мне знак, сколько тебе лет? Ты старый, ты молодой, Джессика Точнее, старая, молодая Дай мне знак Ёп, твою мать, я не так хотел Подожди, Джессика, дай мне знак Алло Бля, она вообще не взаимодействует Может, все-таки Это не похоже на близнецов, кстати Хотя там по доске активности была дичь какая-то Но не похоже Вот сейчас прям вообще не похоже Может, это все-таки реально тень? Подожди, вот я выйду из комнаты, давай, да? Смотри Допустим, я вышел Слушаем Он не взаимодействует Мм Не, тень обычно это очень очевидный такой призрак То есть ты заходишь, он вообще ничего не делает абсолютно Ты выходишь, он практически всегда сразу начинает взаимодействовать Ну, то есть я не думаю, что это тень Вообще нет Тем более, учитывая, как он гост-эвент сделал на большом рассудке Но тень в этом режиме это было бы, блядь, очень плохо Джессика, дай мне знак, сколько тебе лет? Бля, пиздец, какой он душный, неактивный Дай мне знак, Джессика Бля, он сделал гост-эвент Так, я убегаю Я убегаю от гост-эвента, потому что если меня коснется гост-эвент, будет плохо У меня рассудок обсядет Я этого не хочу Я этого вообще не хочу Джессика, дай мне знак Покажи себя Покажи себя, Джессика Сколько тебе лет, Джессика? Короче, я думаю, мы точно можем вычеркнуть якая, наверное Блядь, он что-то кинул Он что-то кинул вот здесь, подожди Он дважды что-то кинул здесь Картина, пожалуйста, скажите, что это Блядь, в смысле нет? В смысле нет? Но это я тоже не могу уже сфоткать, я уверен Я что, поздно, блядь, сфоткал? Охереть, подожди Окей Дай мне знак Ну тут много предметов, с которыми он может взаимодействовать Поэтому если он здесь, это будет хорошо Джессика, дай мне знак Блядь, он два предмета сразу кинул Я пришел сюда, он перестал швыряться Я не знаю Как это, блядь, полутень, полухуй Полу-непонятно кто Джессика, дай мне знак Джессика, сколько тебе лет? Дай мне знак, покажи себя Блядь, я не знаю Я уже минут 15 торчу в доме с ним Он типа Вот, вот все взаимодействия, что он сделал Вот, все, блядь, практически Опа Пожалуйста Пожалуйста Я не знаю, как точно надо фоткать Но, блядь, сфоткаю вот так Какие нахуй две звезды? Какая, блядь, одна звезда? Вот здесь же взаимодействие всегда образуется от ЭМП Мне что, блядь, надо сфоткать было? Просто когда ты с детектора ЭМП третьего тира подходишь к машине Когда призрак повзаимодействовал ЭМП ровно вот отсюда исходит То есть от водительского сидения А не от капота, блядь Не от багажника И поэтому Я думал, что всегда, что надо фоткать вот так Но оказывается, блядь Ну, фазма такая по приколу Типа, каждый раз, наверное, надо фоткать в разном месте Сам догадывайся, в каком Да, блядь Ну я хочу! Я бы с радостью тебя сфоткал! Дурачок, ну бляха Ты что? Он еще и... Он лопнул в лампочке Джессика, дай мне знак, пожалуйста Покажи себе, давай попробуем попроверять на Мару, что ли, я не знаю Он щиток, кстати, ни разу не выключал Подожди, кстати, стой Так, он, ну он сейчас херней занимается? Может быть, бля, я не знаю Будь это Мара просто Давно бы, мне кажется, он съехал из этой комнаты Так что, наверное, и не Мара Да? Теперь я не могу прям торчать у него в комнате Джи... Эм... Так, стоп Так, стоп, так, стоп, так, стоп Это явно было быстрее, чем обычная скорость, блядь, 150% призрака Это было побыстрее Так вот, я не понял Это джин? Может быть, это джин? Сколько у меня рассудок? 40% Так, это явно не ревенант Насчет ханту я не знаю Это точно не диаген, естественно Насчет радио я не уверен Но это явно не кто-то обычной скорости, я думаю И у меня все У меня, бля У меня все У меня рассудок Типа, мне Я не знаю, что мне делать теперь-то, блядь Он сейчас будет просто по КД ох... По КД охотиться Это быстрее Нет, это не джин Не думаю, что это райдю Так, стоп Я хочу выключить всю электронику, которая там есть Это не райдю Это не джин Потому что он такой же скорости Блядь Можно и без этого как бы обойтись Я не знаю Я хотел выключить там датчик звука, по сути, только Штатив Типа, я не думаю, что считается за электронику Бляха Окей, мне надо как-то... Мне надо идеальное расследование Я типа уже не сделаю Поющий гост Я... Я не знаю, что он кинул Так, где датчик звука, блядь Так-так-так-так, тихо Вырубим, чтоб прям сто процентов Это не райдю, пацаны Но это кто-то быстрее Подожди Близнецы, что ли? Но как это могут быть близнецы такими? Либо Если это ханту... Либо это все-таки обычной скорости Призрак И я просто что-то путаю Дай мне знак Покажи себя Дай мне знак Джессика, пожалуйста Дай мне знак Блядь Это... Окей Мне кажется, это морой Это не я, Кай Ну мы, в принципе, и так это поняли То, что это не я, Кай Дай мне знак Бля, может быть что-то... Ну я не... Я не могу Я не... Блядь Я не могу сфоткать Я не могу ничего сфоткать Я не знаю Я ХЗ Я ХЗ Эту дверь он, блядь, вообще Подрогал или нет Эту Я ее больше... Я ее не фоткал У меня предмет есть Только выжить надо Как-то Бля Рискну сейчас идти из дома уходить Или... Или охота Будет Пожалуйста Похуй Оооооrel Хорошо, хорошо, хорошо Плюс предмет Это... Пиздец Это нереально Это нереально сложно Пожалуйста Бля я же многого не прошу ну просто хоть что-нибудь а радиоприемник или хотя бы просто что-то ладно у нас 0 процентов рассудка то есть если это сейчас сморой бля как мне теперь в дом то зайти если это сейчас морой то сейчас он будет максимально быстро нет это не морой понять может это подожди или морой мне бы как-то проверить ускоряется ли он но ну но он очень быстро просто он очень быстро у меня есть план для я я не знаю просто но будь это ханту он был бы медленнее в других комнатах что я не думаю что это ханту я не знаю он не вырубал щиток почему мне казался бы подожди блять давай тест на джина сделаем я не знаю но это не ханту я не думаю что это ханту наверное да он был бы прям другим во всех комнатах остальных плюс заодно посмотрим ускоряется ли он вообще блин я не знаю что-то там кидает швыряет на и мне это это очень опасно просто в ту комнату сейчас заходить. Он начал, блядь, взаимодействовать совсем подряд. Он лопатой швырнул. Я не знаю. Нет, он, блядь, не лопатой швырнул. Он так по приколу хуйня какой-то занимался. Не лопату, блядь. Конечно, звук, блядь, четко лопаты, не. Это джин. Я ж, блядь, сказал с самого начала. Это джин на 150% скорости. Смогу ли я теперь вопрос? Смогу ли я благовоние, блядь, получить за пару фоток вот? Раз, два, три. Бля, почему вот лопата не сфоткалась? Реально, ну просто пиздец. Дай мне знак, пожалуйста. Сколько тебе лет? Дай мне знак, дай мне знак. Джессика, дай мне знак. Или как тебе там? Джессика, дай мне знак, покажи себя. Джин, окей. То есть это все-таки обычная скорость. Просто вот поскольку та охота, когда началась, он сразу меня видел в начале охоты, сразу же ускорился, и мне показалось, что... Бля, ну... Какую дверь? Блядь, ну конечно не эту, вот эту. Сука. Две фотки у меня осталось просто. Две фотки на то, чтобы, возможно, как-то что-то... Может, это мимик? Но я не думаю. Капец. Он очень быстрый. Дай мне знак, Джессика. Джессика, дай мне знак. Джессика, Джессика, дай мне знак. Джессика, дай мне знак, покажи себя. Блядь. Ну, ну камон! Я хозяин. Я вообще не понимаю. Типа он, он, блядь, он тупо вообще не взаимодействует. Блядь, а сейчас бы Джин душнилый был. Ой, ёпт твою мать! Я застопился. Вот если бы фотку призрака можно было несколько раз делать. Было бы имба. Джессика, дай мне знак. Дай мне знак, дай мне знак, дай мне знак. Дай мне знак. Джессика, дай мне знак. Блядь, дай мне знак. Кинь картину какую-нибудь, что-нибудь. Дай мне знак. Пиздец вообще. Окей, он дальше где-то был. Он дальше. Он в комнате, походу, родительской типа, да? Или как она называется? Ну, мы знаем хотя бы, что это не мимик. Окей. Окей. Джессика, дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Я не знаю, какую дверь. Вот эту. Блядь. Вот эту. Последний предмет. Пускай это будет благовоние. Я прошу, бля. Пускай это будет благовоние. Я просто выполню задание и свалю отсюда. Последний предмет. Че я могу сделать? Если это не благовоние, то типа, ну, не повезло. В общем, да. Мне игра разрешила взять камеру на голову. Теперь у меня есть фонарик. Но я больше ничего типа не сделаю. Мне больше нечего в доме делать. Давайте, давайте просто уедем и посмотрим, сколько со всего этого адского вот этого я заработал. Потому что это капец, как сложно было. Это, я не знаю, это пиздец. Прям да. Сколько? Так. Ну, множитель нормальный. Тут, понятное дело, 70, 40. Но все здания я не смог выполнить. Идеальное расследование я тоже не смог сделать. Но, блин, было интересно. Мне кажется, вот, мне кажется, попался бы призрак какой-то менее душный. Было бы капец интересно. Датчик звука. Спасибо, блядь. О, вот мне его прям не хватало. Вот вообще, в этой игре я ни разу даже о нем как-то вот не встретил его. Капец. 33 минуты. Просто жесть. Он, кстати, способности использовал дважды. То есть, возможно, он нам поэтому и обсадил так быстро рассудок. Потому что как будто реально быстрее рассудок обсел. Жесть. Ну что ж. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Напишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Приходите на стримы. На Twitch подписывайтесь. И на Telegram. Всем пока.